Мы очень благодарны нашим подписчикам и нашим зрителям за помощь каналу. Напомню, что помогать каналу можно разным способом. Можно комментировать, можно ставить лайки, можно задавать вопросы на стримах, а можно помогать материально. Мы существуем исключительно на ваши пожертвования и помочь нам можно единственным способом это перечислить деньги на расчетный счет, который мы указываем в каждом нашем выпуске и в шапке под каждым нашим видео вы тоже можете найти эти реквизиты. Мы заранее благодарны за любую сумму, которую вы готовы жертвовать нашему каналу. Муртазы Рахимова Мне пришлось дать несколько интервью и комментариев для различных российских СМИ и на удивление схожими были вопросы, собственно все вертелось о том, что означает смерть Муртазы Рахимова для современного Башкортостана. Но на самом деле я бы задавался вопросом, а что означала жизнь Муртазы Рахимова для современного Башкортостана и для Башкортостана вообще. Понятно, что в последние годы влияние Муртазы Губайдулыча на ситуацию в республике и на политику и на экономику было минимальным, но 17 лет у власти, конечно, это немало. Это огромный срок и за этот срок мы видели очень разного Муртазу Рахимова, начиная с красного директора и заканчивая уже вполне себе сформировавшимся средневековым боем со своей армией и тайной канцелярией. И именно то, что Рахимов шел по своей жизни вместе со страной и республикой, именно то, что он менялся вместе с теми обстоятельствами, которые менялись вокруг нас, ушел Ельцин, пришел Путин и все еще оставался Рахимов. Именно то многообразие образов и многообразие обстоятельств, в которых находился Муртаза Губайдулыч, не дает нам реальной возможности как-то быстро на скорую руку вкратце сформулировать характеристику этой личности и характеристику того следа, который он оставил в истории региона. Я думаю, что для историков недалекого будущего, историков Башкортостана, есть вполне заманчивая перспектива исследовать и дать трезвую взвешенную оценку периода правления Муртазы Рахимова. Не хотелось бы вдаваться ни в какие крайности, ну, все мы видим, что творится в соцсетях, как оценивают фигуру Рахимова в связи с его смертью. Я не сторонник того, чтобы говорить, что Муртаза Губайдулыч был беззаветным бойцом и патриотом, который всю свою жизнь отдал на то, чтобы улучшить Башкортостан, поднять его экономику, сделать жителей счастливее и бла-бла-бла. Я не сторонник того, чтобы утверждать, что именно он построил тысячи школ, проложил дороги и газифицировал регион. Все это, собственно, сделали мы за счет нашего бюджета, а Муртаза Губайдулыч в лучшем случае рачительно этим распоряжался. Ну, и также я не сторонник того, чтобы утверждать, что Рахимов это вор, Рахимов это коррупционер, Рахимов это бессовестный националист и так далее, и так далее. Я думаю, что фигура Рахимова значительно сложнее, чем вот эти вот однозначные оценки или попытки оценить его. Но, тем не менее, опрос, который мы провели на нашем телеграм-канале в связи с этим скорбным событием, показывает, что 30% опрошенных считают Муртазу Губайдулыча выдающимся политическим деятелем, всегда стоявшим на страже интересов Республики Башкортостан. 30% это немало. Впрочем, в противовес этому мнению, 25% опрошенных считают, что Муртаза Рахимов был банальным коррупционером, который действовал в интересах своей семьи и окружению. Ну и вот эта середина, золотая середина, практически большинство, 45% полагают, что Муртаза Рахимов был хитрым, изворотливым политиком, который постепенно отдавая ресурсы Москве, удерживался у власти и удерживал власть в своих руках. Ну, пожалуй, что вот эта золотая середина, она где-то и ближе всего к истине, но повторюсь, что и фигура Муртазы Рахимова, и период его правления, и весь этот исторический период, многообразный и очень разнообразный, достойны изучения, осмысления, достойны подхода с цифрами, фактами и аргументами, а не эмоциональных оценок. Единственное, что мы, конечно, на уровне эмоций не можем простить господину Рахимову, это Хабирова, потому что надо помнить о том, что Хабиров плоть от плоти Рахимов. В моем представлении Хабиров это вообще жалкая карикатура на Муртазу Рахимова, сознательно или подсознательно Хабиров копирует и имитирует поведение, порядки и какие-то условности, которые продиктованы были еще Муртазой Габайдуловичем. Ну и, собственно, не простим мы Рахимову то, что он, как говорит сам Хабиров, не додавил, не догнал, не хлопнул рукой по тому самому пресловутому багажнику, в котором бежал из Башкирии тогда Хабиров. В общем, конечно, не доработал Муртаза Габайдулович, но что же теперь, как говорится, поделаешь. В общем, мы прощаемся с первым президентом Республики Башкортостан. Каким бы он ни был, он войдет в историю, это безусловно. Как бы мы не оценивали его жизнь, работу и результаты, он действительно значимая и значительная фигура в истории региона. Соболезнования родным и близким. И тут, как ни странно, я поддержал бы идею Владимира Путина о увековечивании памяти Муртазы Рахимова в Уфе. Ну, в Уфе, может быть, там на малой родине, но, тем не менее, вот в противовес идее назвать улицу именем Жириновского в Уфе, я все-таки поддержу идею назвать улицу именем Муртазы Рахимова. Сразу два скандала случились на прошлой неделе, и оба они связаны с авиационной активностью Радия Хабирова. Общеизвестно, что Радий Фаритович любит авиацию, пользуется ею во всем многообразии. Тут вам и дорогие джеты с кожаными сидениями, тут и вертолеты, и перелеты целыми арендованными лайнерами. В общем, вся палитра возможных на данный момент услуг авиации. Влетает нам это все в копеечку, тратятся огромные суммы из бюджета на вот это все авиационное великолепие Радия Хабирова. И вот в связи с этими затратами возникло два скандала на прошлой неделе. Первый – это то, что прокуратура и Федеральная антимонопольная служба усмотрели грубейшие нарушения законности при заключении контрактов на перелеты. И зачастую выяснилось, что перелеты осуществлялись ранее, чем заключались контракты на оказание услуг. Ну, собственно, и ни о какой конкурентности здесь уже речи идти не могла, потому что услуга оказывалась конкретной компанией, и именно ей перечислялись деньги, и именно с ней заключался контракт. Соответственно, даже призрака конкурентности при госзакупке здесь не было. Любопытно, интересно, чем закончится эта претензия прокуратуры и ФАС? Опять погрозят пальчиком или все-таки будет какая-то санкция? Не знаю, но суммы там приличные. А также авиакомпания «ЮТЕР» взыскала в арбитражном суде с администрацией Хабирова 171 миллион рублей в счет оплаты услуг авиаперевозок. Плюс была взыскана неустойка за пользование деньгами и проценты 24 миллиона рублей. Там был какой-то конфликт. Он очень застарелый и давно тянувшийся. Администрация Хабирова не желала оплачивать вот эти авиационные услуги. «ЮТЕР» мужественно пошел в суд. Там еще был один подозрительный перелет в Сочи на джете с членами семьи. Мы обязательно вернемся к этой истории и попытаемся вытащить на свет Божий вот это вот. Потому что, насколько я помню, именно проблема с «ЮТЕР» была потому, что невозможно было подписать документы о перелете Хабирова в Сочи. Потому что это был частный перелет. Если бы они были подписаны, то тем самым расписались бы в фактически присвоении, хищении бюджетных денег или, по крайней мере, расходовании их на ненадлежащие нужды. А не подписав, нельзя было оплатить. Ну, в общем, вот с этой историей будем разбираться. Однако здесь есть уже одна вишенка на торте. Это вот этот штраф 24 миллиона. Поприпиравшись «ЮТЕР» пришлось все-таки заплатить деньги. Но в результате появился еще и штраф 24 миллиона. Мы должны понимать, что эти 24 миллиона будут заплачены не из зарплаты вот этих балбесов, которые не умеют заключать контракт или не хотят их оплачивать. Этот штраф будет заплачен также из бюджета, то есть из нашего кармана. То есть оштрафовали администрацию Хабирова, которая заплатит из нашего кармана штраф. Замечательно, да? Вот этот момент нужно понимать. И здесь тоже возникает вопрос. Кто-нибудь из администрации ответит за вот эти безобразия? Когда-нибудь они займутся кадровыми вопросами, у них абсолютный швах с госзакупками. То есть они просто не умеют этого делать. И подытоживая вот эту авиационную тему, хочется отметить, что несмотря на все трудности и лишения, которые несет российский народ в результате инициатив Владимира Путина на внешнеполитической арене, несмотря на то, что жизнь наша становится хуже, люди беднеют, в чем-то себя отказывают, несмотря на все это, Хабиров не считает возможным отказывать себе в вот этих вот развлечениях, авиации, перелетах куда угодно, в какой угодно момент, да еще и в абсолютном комфорте. Что, собственно, подчеркивает весь цинизм его отношения к бюджету и к региону. Я так полагаю, что его затраты на перелет и на перемещение его, его пресловутой команды так и не уменьшатся в грядущем году. Так что, ну, будем уповать на то, что однажды все-таки кто-нибудь разберется с этими затратами и кто-нибудь поднесет за это ответственность. Сразу два события в республике Башкортостан на минувшей неделе привлекли внимание следственного комитета и лично его руководителя Александра Бастрыкина. Первая страшная история, которая случилась в стерильтомаке, это смерть младенца. Предполагается, что она произошла из-за неоказания должной медицинской помощи в стерильтомакском медицинском учреждении. Это тот случай, когда мать в отчаянии требовала задействовать санитарную авиацию или предоставить какой-то вертолет для перевозки ребенка в более квалифицированную больницу. Однако свободный вертолет не нашелся. Видимо, все вертолеты были заняты на перевозке Хабирова и его дружков. В результате четырехмесячный младенец погиб. Этот случай взят на контроль следственным комитетом. Не хотелось бы, чтобы виноватыми стали стрелочники. Чаще всего, к сожалению, в медицине так и бывает. Но хотелось бы, чтобы расследование было объективным. А второй случай, который привлек внимание Бастрыкина и следственного комитета, это то, что сейчас проводится проверка по факту отключения электричества и отопления в населенных пунктах Нагаева и Иглино. В 30-ти градусные морозы 4 тысячи человек остались без электричества и отопления. Надеемся также, что и в этом случае будут привлечены к ответственности не истопники и не кочегары, а административные чиновники и руководители предприятий либо администрации. Потому что именно они принимают решения, именно они должны аналитически оценивать состояние, например, тепловых сетей, электрических сетей еще летом. Это их обязанность, за это им платят зарплату. И потом предпринимать должные действия. А не уже в случившейся ситуации, когда там лопнули провода, значит, или замерзла котельная, там, значит, забегали с лопатами и углем. Посмотрим, насколько Следственный комитет сможет проявить здесь принципиальность. Тут, в принципе, цепочка расследования достаточно понятная. Но в целом складывается ощущение, что Александр Бастрыкин и весь Следственный комитет исключительно зорко следят за происходящим в Республике Башкортостан. Так же получилось, что на минувшей неделе всего у нас в Республике было по два. Например, случилось два ужасных пожара в Уфе на прошлой неделе. Горели многоквартирные деревянные дома по улице Сазонова и в пригородной поселке Федоровка. В общей сложности 45 семей остались без крова и имущества. МЧС мужественно боролась с огнем. А вот мэр Уфы Ратмир Мавлиев повел себя в высшей степени странно. Или, скажем так, некорректно. Вместо того, чтобы заниматься своими непосредственными обязанностями по обеспечению погорельцев всем необходимым, в обоих случаях вот этих жутких пожаров первое, что делал Ратмир Мавлиев, это становился на фоне горящего дома, в котором горели и умирали люди, и давал интервью, рассказывая о том, что жертв нет, все замечательно, и вот он быстро прибыл на пожар. Уважаемые финцы, сегодня у нас неприятное чисто произошло. С Азоново 30, 15-й квартирный жилой дом, произошло возгорание, на сегодняшний день 25 человек у нас находятся на улице. Мы планируем предложить места временного размещения. Также на сегодняшний день работают, на сейчас работают 10 единиц техники и 30 человек личного состава. С местными реки, корпоратура, все находятся на рабочем местах. Разбираются, что произошло. Дальше расскажу, уважаю. Ну, жизнерадостный КВНщик давал интервью именно в тот момент, когда, например, в доме на улице Сазонова люди фактически заживо сгорали и жарились в огне. Причем этот самый Ратмир Мавлиев, этот наш полумэр Уфы, утверждал, что жертв нет вот в этот момент. То есть он даже не удосужился уточнить, узнать у МЧСников, что происходит, какие результаты и так далее, и так далее. Напомню, что на улице Сазонова, в сгоревшем доме, погибло 4 человека. В целом, вот эта выходка эмоционально незрелого мэра Уфы обескуражила жителей города. Ну, и некоторые даже предположили, что Ратмир Мавлиев страдает острой формой пиромании, потому что реагировать настолько схоже на одинаковые события, там, где что-то сильно загорелось, прибежать и начать там селфиться, и сниматься на фоне трагедии, конечно, это в высшей степени неприлично, но важнее то, что мы все отчетливее понимаем, что и сам Ратмир Мавлиев, и его команды, вся вот эта вот псевдо-КВН в администрации города, они, ну, категорически не способны даже имитировать администрацию города, не то чтобы работать продуктивно и конструктивно. На минувшей неделе стало известно о том, что председатель общественной палаты Республики Башкортостан Азамат Янбердин, более известный как Азамат Аль-Мухаммедов, покинул свой пост в общественной палате, а заодно и оставил должность руководителя телекомпании «Вся Уфа». Сам Янбердин Аль-Мухаммедов объясняет свой уход тем, что он наконец-то нашел себе работу по душе в Москве и переезжает туда жить. Люди, близкие к общественной палате и понимающие процессы, происходящие в этом общественном органе, говорят о том, что причиной ухода Аль-Мухаммедова Янбердина была возросшая общественная нагрузка, снижающиеся доходы и то, что стало практически регулярно необходимо приносить клятвы верности режиму на крови и всячески подтверждать свою приверженность к тому, что происходит и то, что нам надиктовывают из Кремля. Видимо, Азамат Янбердина Аль-Мухаммедова это не очень устраивало. Говорят, Хабиров пытался остановить Азамата и удержать его на должности представителя общественной палаты, даже посулил ему грядущей осенью мандат депутата Государственного собрания Республики Башкортостан, но был Хабиров Азаматом послан далеко-далеко вместе с мандатом. Это всего лишь слухи, хотя они, на мой взгляд, выглядят очень даже правдоподобно. Очень похоже на то, что конструкция общественных фейковых институтов, созданных Хабировым вокруг своей администрации, трещит по швам. Уже второй председатель общественной палаты покидает свою должность, не отсидев должного срока. Я имею в виду то, что Мурзагулов сбегает за границу, он был у нас председателем общественной палаты, и теперь жидким поносом поливает из-за границы своего начальника. Янбердин Аль-Мухаммедов отъезжает в Москву и, судя по всему, тоже не будет стесняться в выражениях, если его кто-нибудь вообще спросит. Барабаш покидает руководящий пост в СПЧ, и желающих плясать под гармошку Хабирова как-то становится все меньше, по крайней мере, из числа людей хоть сколько-нибудь здравомыслящих. В запасе остаются изрядно продырявленные Шомы Валеевы и Зульфии Гайсины, но, честно говоря, даже, наверное, Хабирову сейчас будет как бы неловко доставать из сундуков вот этих вот петрушек, которые, наверное, уже никого развеселить-то толком и не смогут. Как известно, Республика Башкортостан в лидерах по аварийности и смертности на дорогах Хабиров постоянно упрекает население в том, что жители беспечно относятся к своей безопасности, небрежно управляют автотранспортными средствами, пренебрегают правилам дорожного движения и тем самым ухудшают статистику смертности, аварийности и травматизма на дорогах Республики Башкортостан. Ну, казалось бы, в подобной ситуации именно глава региона должен быть примером соблюдения правил дорожного движения, но, как ни странно, а может быть, как и закономерно, не в случае с Хабировым. Радио Фаритовичу, как мы уже теперь понимаем, законы и правила не писаны. Вот он несется на шикарном японском внедорожнике по заснеженным дорогам Башкортостана, и не он, не прилипшая к нему Прочаковская, не пристегнута ремнями безопасности. Что-то мне подсказывает, что и оператор, который снимает в этот момент Хабирова и Прочаковскую, тоже, развернувшись с переднего сидения, не пристегнут ремнями. Ну, чего вы хотите, Радио Фаритович, от населения, если сами демонстративно показываете, как нужно нарушать и как вы пренебрегаете правилами дорожного движения, напомню, что по правилам дорожного движения и пассажиры задних сидений должны быть пристегнуты ремнями во время движения автотранспортного средства. Я не знаю, будет ли ГИБДД штрафовать Хабирова и его спутницу за демонстративное поведение и нарушение правил дорожного движения, которое мы видим в этом ролике, но хотелось бы отметить, что, как говорится, каков поп, таков и приход. Чего вы хотите, Радио Фаритович, если вы сами нарушаете правила и демонстрируете это всем миру. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова